Городские ангелы. Если оторвать взгляд от уличного мельтешения на пересечении улиц газеты «Звезда» и «Ленина», вот уж спорная локация для ангелов, и закинуть его на крышу бывшего корпуса фармакадемии, обнаружится явление небесных посланников. Лица посланников печальны. Должно быть от того, что трубный глаз их в человеческий слух не различает в мешанине городских звуков. Почти весь 20 век они отсутствовали и вернулись только в 21-м, когда церковь получила здание обратно, после того, как его экспроприировали в начале века прошлого. Если мы поднимем историю, мы найдем здесь порядка 20-30 организаций, которые там только въезжали, выезжали, под себя что-то. Ну, множество организаций, которые пытались ее эксплуатировать. Причем самое плохое, что они делали, это проводку и проводку розеток, и выключатели по-живому. Некоторые лики пострадали за счет того, что по ним штробили провода для проводки. Дело в том, что в алтарной части вообще был устроен театр. Кукольный театр? Нет, скрытие тела. Как это называется? Анатомический театр. Нет повести печальнее на свете, это Шекспир погорячился. В мире истории одна печальней другой предостаточно. Впрочем, в контексте биографии самой Богородицкой церкви гораздо уместнее вспомнить другого автора. Даниэля Дефо. Сюжет его знаменитого романа «Робинзон Крузо» как будто списан с историей появления самого храма. Правда, книга вышла гораздо раньше строительства церкви, так что сценаристом здесь выступила сама жизнь. Уже ближе к концу 18 века пермский купец Лапин снарядил экспедицию и отправился за чаем в Индокитай. Дело было прибыльным, но опасным. На обратном пути случился шторм, корабль пошел ко дну, а самого Лапина, живого, каким-то чудом выбросило на необитаемый остров. Прожив два года на необитаемом острове, он соорудил из пальмы крест. Пальма одна стояла растущая, из второго куска он примотал лианы перекрестия. Он обернулся, как гласит его дочь, рассказывает, обернулся на океан, осмотрел, что горизонт пуст, повернулся и замолился. Пресвятая Богородица, спаси меня, останусь голым и нищим, но воздвигну храм во имя твое, положу всю жизнь свою на служение тебе. И сзади раздается выстрел пушки, так английские корабли обозначали открытие ранее неизведанных земель. Еще несколько лет наш купец добирался до Перми. Дома вместо разорения его ждал сюрприз. Остальные судна из его экспедиции вернулись на родину в целости и сохранности. Ценный груз приумножил богатство купца, и он не только построил, как и обещал Богородице, церковь, но сделал дело, быть может, даже более богоугодное. Он в первую очередь назначил погибшим матросам, их семьям, назначил пожизненную пенсию из-за утраченного члена семьи. Изначально церковь выглядела по-другому, была поменьше и пониже. Последующие поколения ее достраивали и расширяли. А вообще Богородицкая церковь – второй каменный храм Перми и единственный, где ангелы живут на крыше. И если замечать их почаще, быть может, поводов у них грустить будет меньше. Полина Рифа, Иван Вранчихин, ВЕТТ-24.